Сейчас еще хуже будет. Свидетелем сброса в Волгу огромного количества нечистот стал корреспондент Итель Реалия. Да, вот за... вот на корреспонденте. Цвет стоков периодически становился насыщенно желтым. От них наносило то чем-то несвежим, то какой-то химией. А должны вот этот сброс идти в коллекторе корреляционный городский, а не на Волгу. Это все железо сливает они уже. Даже, вот чувствуете, стоим, да, и запах какой-то идет. Рядом находится Казанский МУП-водоканал. По словам местных жителей, сбросы происходят здесь регулярно. Чаще в ночное время, когда нет лишних свидетелей. Впрочем, погода днем 22 марта была такая, что желающих выйти на лед оказалось совсем немного. Мы с Маратом Гельмхановым наткнулись на сброс случайно. Утром местные рыбаки прислали ему другое, не менее отталкивающее видео. Что за херня? Хватит говно какое-то. Буря лед, а не добурились в буквальном смысле до слоя фекалий. Речь, скорее всего, уже о каком-то другом сбросе. Чуть выше по течению от этого места находится ЖК Волжская гавань. Микрорайон, построенный на намытой суше. Несколько лет назад Волжская гавань уже попадала в историю с дужком. В 2018-м на КНС, построенный для обслуживания ЖК, произошел ряд аварий. Фекалии стекали прямо в Волжский залив. Это гранит крышкой, плюхает, плюх-плюх-плюх-плюх. Как сорвет, как пойдет в фонтанчик у нас здесь. В 2019-м, вспоминает Гельмханов, он тоже наткнулся на слив неочищенных стоков в Волгу. Мы находимся возле водозабора Казанского. Сегодня 11 марта 2019 года. Вместе, совместно с экологами берем пробу воды. Вот видите, самое главное. Вода в данный момент идет сброс в Волгу с желтого цвета. Происхождение неизвестно. Что покажет в лаборатории, тоже неизвестно. Активист поднял тревогу, и кажется, шумиха возымела эффект. Бетонная труба, по которой нечистоты стекали в Волгу, сейчас частично демонтирована. В месте ее выхода на поверхность, правда, тоже есть проталина. Но течет по ней слабый и чистый с виду ручеек. Гельмханов предполагает, что для сливов после шума попросту нашли другое место. На которое, судя по всему, мы с ним и наткнулись. Субтитры создавал DimaTorzok